Здравствуйте! Это итоги уходящей недели в студии Махачкурбанов и короткий анонс о самом главном. При нем обнаружено оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. В Махачкале в четверг в одном из районов города был введен режим КТО и нейтрализован бандит. Женщина-герой. Материнская нежность и сострадание одной женщины к сотням детей с нарушением психологического и физического развития. Смотрите сюжет в итоговом выпуске. Снежные заносы, гололедица, нулевая видимость. Дагестанские спасатели помогали извлекать автомобили, а начальник ДАК-центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев расскажет в нашей студии, когда ждать по весеннему теплой погоды. В Махачкале отметили ярко и весело праздник русской и казачьей культуры Масленица. Праздник в честь наступления весны, где можно отведать и горячих блинов. В Махачкале в четверг в одном из районов города был введен режим КТО. Силовики получили информацию о том, что один из сторонников террористической организации готовит преступление. Мужчину обнаружили в частном доме. На предложение сдаться он открыл огонь по силовикам. Бандит, подозреваемый в подготовке теракта, был нейтрализован. По информации представителя Национального антитеррористического комитета, у боевика были обнаружены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. Мужчина ранее судим за участие в преступном сообществе, совершение посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия. В ходе проведения в Республике Дагестан оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о подготовке одним из сторонников НТО преступления террористической направленности. В целях недопущения совершения террористического акта и обеспечения безопасности граждан начальникам Республиканского управления ФСБ России принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правого режима на территории советского района города Махачкалы. В больнице Махачкалы на этой неделе поступили 49 человек с признаками отравления, среди них 27 детей. У всех госпитализированных наблюдались симптомы острой кишечной инфекции. Состояние всех пациентов оценивалось как легкой и средней степени тяжести. По поручению руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан Анатолия Щурова возбуждено уголовное дело для организации расследования. Оно передано в третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Кроме того, прокуратура Республики с привлечением контрольно-надзорных органов организовала проверку. Отмечу, что это уже четвертый случай массового отравления в Дагестане с начала года. В январе подобное произошло в Буйнакске и Хунзакском районе Республики. Затем в феврале массово отравились жители Каспийска. В Минздраве жителям региона посоветовали пить кипяченую или бутилированную воду. Нами не зарегистрировано групповой вспышечной заболеваемости. То есть в настоящее время точные источники и факторы передачи, пути передачи не установлены. Специалистами Республиканского центра инфекционных болезней, а также Роспотребнадзора, проводятся все мероприятия, санитарно-противоэпидемические, чтобы установить источник инфекции и пути его передачи. На данный момент пока результатов эпидрасследования нет, окончательных результатов нет. Помощь тем, кого нельзя вылечить. Нюта Фидермессер посетила Дагестан. Основатель благотворительного фонда «Вера» обещала выявить проблемы и оказать поддержку палеотивной медицине в Республике. Насколько качественно ее оказывают в Дагестане, проверила Нюта Фидермессер. Подробнее в сюжете моих коллег. Право каждого человека провести последние дни жизни так, чтобы не было больно, одиноко и стыдно. Подобрать схему обезболивания, помочь избавиться от симптомов заболевания, оказать психологическую и юридическую поддержку. Именно этим занимается палеотивная помощь. Сейчас мы приехали понять, как люди получают палеотивную помощь, где. Задача донести до руководства региона проблематику, которую мы выявим. И рядом с этой проблематикой сразу способы решения. И очень важно понимать, что для того, чтобы решать проблемы, здесь не нужно еще денег. Здесь нужен правильный контроль и правильный расход тех денег, которые есть. Бесплатную палеотивную помощь может получить человек с официальным медицинским заключением. Это гарантируется государством. Часто пациент нуждается в дорогостоящем оборудовании, в специальном уходе. Или же он одинок и о нем некому позаботиться. Видя, что республика нуждается в палеотивном отделении, его открыли в третьей городской больнице. Но, к сожалению, медучреждению не хватает финансовой поддержки. Так как мы уже окунулись в эту работу, и пациентов своих мы оставить не можем, они у нас на учете, мы с ними на связи. И все же мы так организовали работу, что благотворительные фонды все же оплачивают выезды на дом. То есть наши пациенты, с которыми нуждаются, они без помощи не остаются. Но, конечно, этот вопрос нужно решить о том, чтобы все это финансировалось. Для получения палеотивной помощи нужно обратиться к лечащему врачу. Он скажет, как это лучше сделать в стационаре или дома. Кроме того, палеотивная помощь – это еще и поддержка родственников больного, у которых возникают медицинские, психологические и юридические проблемы. Наталья Ханбабаева, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Материнская любовь и чувство сострадания. Женщина-герой Айшат Гамзаева. Она посвятила свою жизнь помощи инвалидам. Ее центр «Жизнь без слез» помогает сотням детей с нарушением психологического и физического развития. Подробнее Хамза Нурмагомедов. Дом дневного пребывания «Жизнь без слез». Здесь получает помощь 128 ребят. Они с особым развитием. Им трудно адаптироваться к нормальной жизни. Дети воспринимают мир иначе, не как обычные люди. Основатель центра Айшат Гамзаева. Более 20 лет назад у ее ребенка выявили аутизм. Это нарушение психологического развития. Она мучилась, искала поддержки и помощи. Ей помогли только в Москве. Они тогда поняли проблемы моего сына и помогли. Он уже вырос, взрослый, ему 36 лет. Он женат, имеет двоих детей. Он работает здесь, получил высшее образование. И я думаю, что именно это меня и подвигло на то, что мне надо было изменить вообще цель своей жизни. С 2001 года Айшат Гамзаева активно начала помогать детям с похожим диагнозом. Женщина вместе с родителями создала организацию, а затем и ассоциацию помощи инвалидам. Уже в 2009 году открыла дом дневного пребывания «Жизнь без слез». Сейчас ребятами ежедневно занимаются квалифицированные специалисты. Главное любить этих детей, понимать родителей и все. А остальное само по себе. Не боялись сначала? Нет, нет. За время существования этого центра необходимую помощь получили послами у директора более 50 тысяч ребят и их родителей. Многие семьи свое спасение нашли именно здесь. Так, постоянно я занимаюсь, писаю, читаю, сразу все делаю. Я ехожу на тренировку, такси, боксер, я могу одевать, приседания, предскочаю. Денку моему уже 16 лет, девочка. 10 лет мы как здесь уже учимся, я довольна. Здесь детей в основном занимаются адаптацией, чтобы они были социально адаптированными. Айшат Гамзаева, когда ее настигла беда, не отчаялась. И теперь призывает не отчаиваться и других женщин. Побуждает и мотивирует их не только словом, но и помогает делом. Как говорят, именно на таких женщинах мир и держится. Хамзу Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Медицина Дагестана, вызовы и решения. В Махачкале на этой неделе прошел медицинский научно-практический форум. На пленарном заседании участие принял и в Рио главы Дагестана Сергей Меликов. Сегодня нам необходимо менять ситуацию, когда жители республики зачастую предпочитают получать медицинскую помощь за пределы. Это и материальная составляющая для нашего здравоохранения, но и, откровенно говоря, определенная репутационная задача, которую мы должны решать в республике. У нас огромное количество замечательных специалистов. И хотелось бы, чтобы вы не просто были зрителями или свидетелями тех процессов, которые проходят на форуме, но и приняли участие, дали предложение или обозначили проблемы, которые сегодня необходимо решать. В рамках проведения форума обсудили такие актуальные для республики вопросы, как кадровое обеспечение медицинской деятельности, организация первичной медико-санитарной помощи и работа онкологической службы в условиях пандемии. Также рассмотрели вопросы реализации в регионе национального проекта здравоохранения и состояние исполнения медицинскими организациями федерального проекта борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Более 600 родителей вновь почувствовали себя выпускниками. В Дагестане прошел единый день сдачи ЕГЭ родителями. Акция была организована на базе 8 пунктов городов республики. В Махачкале экзамен провели в лицее номер 22. Подробнее в сюжете моих коллег. Паспорт, черная гелиевая ручка, средства индивидуальной защиты и позитивный настрой. Такими атрибутами обзавелись сегодня родители 11-классников. Эти добровольцы сами вызвались пройти тестирование, чтобы лично ознакомиться с правилами и процедурой единого госэкзамена, а затем правильно настроить на ЕГЭ своих детей. Школу я, конечно, давно закончила, но что-то захотелось попробовать себя по новой. И надеюсь на все хорошо. Ну, я надеюсь, что мои дети лучше подготовлены, чем я. Пурум, пудум, пум. Все будет хорошо, все будет здорово. Думаю, все сдадим. Фактически каждый родитель сдает ЕГЭ вместе с ребенком. Конечно, я волнуюсь, потому что я ощутила самолично всю, так сказать, вот эту атмосферу, которую будет сдавать в этом году мой сын. Поддержать родителей прибыла ему Пазильо Марова. В рио министра образования и науки вместе со своими коллегами тоже решила проверить знания и ответить на экзаменационные вопросы. Задача такая, чтобы мы с вами понимали, как нужно психологически готовить наших детей. И чтобы вы сами, родители, убедились, какой порядок, какие процедуры, что в принципе, ну, все очень доброжелательно. Мы будем делать все для того, чтобы наши дети, в всяком случае, максимально не волновались. Это сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные 3-4 часа, а на более сжатое время. Тем не менее, он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов, рассказывает руководитель пункта сдачи экзамена. Продолжительность экзамена 55 минут. Результаты для родителей, желающих, мы скажем, сегодня, сразу проверим и объявим, кому это нужно, кто хочет. А так, в принципе, наша задача не проверить знания родителей, а показать им процесс. По завершению тестирования для родителей была организована конференция с сотрудниками Республиканского центра обработки информации, где они обсудили экзаменационные вопросы и поделились своими впечатлениями. Ларьяна Шимхалаева, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ Махачкала. Снежные заносы, гололедица, нулевая видимость. Свыше 110 тысяч жителей Дагестана остались в пятницу без света из-за непогоды. Отдельные участки автомобильных дорог были закрыты для передвижения. Дагестанские спасатели помогали извлекать автомобили в поселке Талги из снежного затора. Как все было, расскажет Патима Тханапова. Непогода вновь испытывает Дагестан на прочность. Снегопад на некоторых участках дороги стал настоящим бедствием для автомобилистов. В целях безопасности ГИБДД по республике даже перекрыло наиболее опасный участок федеральной трассы. Отрезок от торгового дома Киргут до поселка Талги. Проезд грузового и пассажирского транспорта там временно запрещен. Спасателем из Дагестана проводится работа по вызволению автотранспорта в каждой республике. На данный момент извлечено из снежного плена более 29 единиц автотранспорта. Данная работа будет проводиться до полного завершения мероприятия на данном участке. Затруднено движение на автодорогах Буйнакск, Кизелюрт, Геджук, Митаги, Сабнова и в Карабудахкенском районе. Везде работает спецтехника и расчищают дороги. Но ситуация все так же остается сложной. Вот здесь кошмарная ситуация в сторону Карабудахкента. За Карабудахкентом, Губден, Леваша, Урбуки. Не едьте никто на эту сторону. Там поперек машина стоит, неочищенная дорога. Никто никуда не может ехать. Всем добрый день, дорогие друзья. Сейчас вот стоим на въезде в Гимринский туннель и нас не пускают, потому что при выезде с Гимринского туннеля там снегопад, гололед. И не пускают машины. И мы здесь пока застряли. Уже стоим тут на протяжении, наверное, трех часов. Большое количество осадков выпало в городе Хасавюрт, Буйнакск и селении Сергакала. Из-за ухудшения погоды в Дагестане энергетики переведены на особый режим работы. Нарушение электроснабжения из-за стихии наблюдается по 11 районам Дагестана, а также частично в Махачкале и Хасавюрте. Сейчас здесь огромная проблема получилась. Развернуться места нет. Весна не придет в Дагестан и на следующей неделе. Снег сменят дожди. Патиман Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. У нас в гостях начальник Дагестанского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Абдулгалим Дардашев. Салам алейкум. Алейкум салам. Вот такой вот вопрос, первый, главный, который всех волнует. Почему весна так и не пришла в Дагестан и снег и минусовая температура, они, наверное, только радуют дагестанских детей? Ну, дело в том, что весна-то Дагестан придет. Здесь чуть-чуть получилось запаздывание. Это с чем связано? В Дагестане зима в последние годы, январь, февраль, я про декабрь вообще молчу, оно стало теплым в температурном режиме. И причем чувствительно. А в этом году январь был выше климатическим нормам по всему Дагестану в среднем от 5 до 6 градусов. В феврале, несмотря на то, что был холодный заток воздуха 24-25, который температура понижалась по некоторым районам Дагестана до минус 20 градусов, несмотря на это, в целом среднемесячная температура по февралью тоже Дагестан оказалась по всем районам выше климатическим нормам от 1,5 до 3 градусов. Но осадки, соответственно, выпадают меньше, чем в наградительной норме. В связи с тем, что обычно, когда по опиту, а я работаю, где дремеснусь более 40 лет, весной она дается холоду. То есть бывают холодные всплески. Ну, сейчас тоже так получилось. Начало марта, в первой декаде, холодный фронт, который бушевал, можно сказать, Европейская часть России, она спустилась до нас. Ну, конечно, у нас таких женских низких температур нет, но тем более, при прохождении фронта она сначала выпадала осадки в виде дождя повсеместно, потом пошел мокрый снег и снег. И температура понизилась в Приморской зоне до минус 3-2 градусов от нуля ночной температуры. В северных низменных районах до минус 5-6, в предгорьях до минус 10-8. Еще должен сообщить, что в горных районах, при прохождении фронта, осадка фактически на высотах выше 2000 метров не впадала. Астрономически, да, в марте оно, это весенний месяц. А фактически, по климатическим нормам, весна в Дагестане наступает в третьей декаде. То есть 20-21 матов. Она, собственно, в этом году и так и будет. То есть, особо никаких изменений не произошло. Да, учитывая, что в последний год в Дагестане зим нет, холодов нет, люди отвыкли. Если один-два дня, тем более она в этом году получилась, зима продолжается 2-3 дня. Это первый всплеск был в декабре, помните. В январе был один, один в феврале, это четвертый в марте. Ну, в дальнейшем, по данным дагестанским сыном, мы таких холодных всплесков не ждем. Хотя понижение температуры, конечно, будет. И осадки в дальнейшем будут выпадать в виде дождя, и в горных районах, возможно, еще мокрый снег. Но мы больше привыкли к дождю, чем к снегу. Ну, в приморской зоне у нас, собственно, она будет в виде дождя. А насколько точно определяется прогноз погоды, и какую роль в этом играет метеослужба региональная именно? Ну, прогноз погоды, если сравнивать, лет, наверное, 50-30-40, она измерена большая. Наука развивается, широко применяется в гидридной службе современной информационной технологии. Если раньше использовалось для самопрогноза чисто метеорологический сет наблюдения, который проводил человек, сейчас широко применяется спутниковая информация. Наверное, слышно, полно спутников метеорологических, это российские, это индийские, это европейские, это американские. Причем в рамках всеми метеорологической организации обмен идет полный. Здесь политики пока нет. Это хорошо в этом плане, потому что погода не знает национальных границ. Если он там идет, ураган или там тайфун, он подряд всех косит. Он не знает, где территория России, или Ирана, или Азербайджана, или Америки. Краткосрочный оправдан дагестанский сенопикал составляет от 95% до 98%. Это очень хороший показатель. Поэтому не зря специалисты дагестанского центра привлекались для работы в составе российских экспедиции в Антарктиде, в обслуживанной Олимпиаде. Хотя рядом у нас соседей нигде никого не приглашали. И до чего мы говорили? О высоком уровне подготовки специалистов дагестанского центра по гидрометаллогии Монтаркосрочной среды. Средносрочные, там оправданка чуть ниже, потому что точно, если можно было предсказать прогноз погоды, его называлось непрогнозом, имели бы другое название. Там используются процессы разные. Основное это математика, можно сказать, дорогая математика с физией. Есть вещи, которые еще наука не может дать, это тоже сказывается. Средносрочные оправданность это 80-90%. А долгосрочные это на месяц, ну там франканская низкая. Потому что только все вещи знают точно, что произойдет. По тем метрам, которые мы сейчас владеем, оправданность от 60 до 80%. Давайте забудем о зиме. Весна у нас впереди. Насколько она будет у нас теплая? Ну, точно прогноз на весну будет составлен в конце марта, после выполнения снегосъемок по бассейнах рек. Ну, в Дагестане у нас 6 бассейнов, которые у нас специалисты, они буквально 15 марта начнут, где-то 23-го, 24-го закончат. Как мы получим материалы? И будет моделировано на суперсуменном компьютере Гидрометитентр России. С учетом осадка мы составим прогноз начиная с апреля по сентябрь включительно. А предварительно, в целом, в Дагестане, мы юг, скажем, не будем. У нас она будет теплой, температура не будет в выше норме. Но хотелось бы, чтобы осадка тоже была в выше норме. Но осадка в последние годы в меньше норме. Хотя временам, возможно, такие всплески холодные, в частности, в апреле месяце. Как в том году, например, два раза было, так и холодный фурат прошел. Но они тоже, кратко говоря, нас долго не задерживаются. А в январе, уже может, после 20-го, уже температура будет превысить за 25-30 градусов. Это обычно в последние годы подтверждается, но в том же самом этом году не исключение. Вам большое спасибо, что пришли к нам в студию. Всего вам хорошего. И вам желаю точного прогноза погоды. Спасибо вам. Праздник за колючей проволокой. В исправительной колонии прошел концерт, посвященный Международному женскому дню. Его проведение здесь уже стало доброй традицией. Подобные праздники для заключенных – это надежда на светлое будущее и на скорейшее возвращение домой. Подробнее расскажет Алина Багилова. Здесь, в Кизелюртовской колонии, отбывают наказания более 300 женщин. Все они осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. Жестокие убийства, терроризм, сбыт наркотиков. Но именно праздники за решеткой – возможность пусть и ненадолго забыть о тюремных тяготах и почувствовать себя просто женщиной. Образы девушки выбирали сами. Сами себе делали прически, макияжи и даже шили костюмы. Знаете, наверное, основная роль – это была этих костюмов. Вот я училась у нас в профессиональном училище. И как-то девочки, у нас был спектакль, девочки попросили, говорим, давай, помоги все равно. В швейном цеху у нас, где у нас практика проходится, там у нас офсиновские заказы. Шьем мы камуфляж для сотрудников, там, арестантскую робу и тому подобное. Вот, и как бы там мы можем шить, у нас свободное время определенное, мы можем шить, что нашей душе угодно. Ну вот из чего-то мы собрали, какой-то материал там, оттуда вот шить, отсюда шить. Вот шили вот такие платья, вот ручные, вот такие костюмчики. Вот для балета у нас пачки шитые. В программу праздника вошли вокальные номера, индийские танцы, театральная постановка. Осужденные артистки в прямом смысле блистали грацией и артистизмом, а их эффектные образы дополняли друг друга. Эмоции зрителей сменялись то смехом, то слезами. Песни в их исполнении звучали особенно пронзительно и душевно. Несмотря на тяжелую судьбу творческого задора, осужденные не потеряли. В личном деле у Любови Богдановой 228-я статья. Из 9 лет за решеткой она провела уже 7. Все это время она мечтает об одном – поскорее выйти и начать новую жизнь. И больше не повторять старых ошибок. Как здесь тяжело, тоже ни за что не расскажешь. И вот, наверное, все слезами, все сказано. Я думаю, что у меня все будет хорошо. Хочу выйти замуж, родить детей. Все они надеются выйти по условно-досрочному. А пока в тюремной жизни все по режиму. Учатся создавать приятные моменты даже за решеткой. Алина Багилова, Магомед Магомедов и Дауд Касанов. Телеканал ННТ Кизилерт. Теплый прием и бурные овации. Ансамбль «Песни и пляски» Северокавказского округа Росгвардии дал в Дагестане большой праздничный концерт. Приурочен он к пятилетию образования Росгвардии и двухсотдесятилетию образования войск правопорядка. Концертные программы будут проходить до конца марта во многих городах Северного Кавказа. Коллектив военный. И за эти годы дал не один концерт в так называемых «горячих точках». В рамках турне по округу концерт пройдет и в Каспийске. За насыщенную концертную программу и вклад в патриотическое и духовное воспитание молодежи творческий коллектив поблагодарила министр культуры Дагестана Зарима Бутаева. Артистам ансамбля были вручены почетные грамоты. В Дербент прибыл первый туристический поезд, который привез более 50 гостей. Проект запустила компания «РЖД Тур». Поезд следует по маршруту Москва, Сочи, Кисловодск, Грозный, Аргун, Шали, Махачкала, Дербент, Астрахань, Москва. «Город постарался сделать так, чтобы их пребывание было комфортным, безопасным, интересным. И думаем, что, верим в то, что такие поезда будут регулярными. Город готов встречать гостей. Мы будем только рады. Добро пожаловать в Дербент». В каждом городе пассажиры поезда проводят один день, знакомятся с достопримечательностями и направляются дальше. Теперь такие туристические поезда станут регулярными. Проект направлен на продвижение туристических возможностей Северного Кавказа и увеличение внутреннего туристического потока. «Зеленые просторы, горы на заднем плане. Очень красиво. Я уже хочу сюда вернуться. Очень красиво». «Вот вы только в Дербенте. Какие у вас первые впечатления?» «Первые впечатления. Положительные. Что я дома, что мне здесь рады. И только положительные». «И резко туда». Сегодня прощенное воскресенье, когда верующие христиане прощают друг друга. Этот день завершает Масленичную неделю. Праздник русской и казачьей культуры Масленица отметили в Махачкале очень ярко. Отмечать веселый праздник в честь наступления весны собрались все от мала до велика. Каждый из гостей смог не только полакомиться блинами, но и познакомиться с самобытной русской культурой. В Русском драматическом театре была развернута выставка мастеров народных промыслов из разных городов и районов Дагестана. «В целом этот праздник, конечно, о русской культуре, а для не только русских, для всех народов Дагестана, для того, чтобы увидеть, что мы относимся как к одной культуре, так и ко всем культурам одинаково». Всех гостей торжественного мероприятия встречали творческие коллективы русскими народными песнями и веселыми плясками. Кульминацией праздника стал танец «Золушка», который поставил Московский театр танца «Гжель». К новостям спорта. Завершается чемпионат России по вольной борьбе, стартовавший в Улан-Удэ. Главный этап отбора перед Олимпийскими играми собрал в столице Бурятия более 350 борцов. За схватками лучших вольников на месте событий следил наш корреспондент Курбан Рагимов. Он расскажет, как все начиналось. В стартовый день чемпионата России на ковер физкультурно-спортивного комплекса вышли 103 вольника. Они оспаривали путевки в финал в трех весовых категориях до 57, 86 и 92 килограммов. В весе так называемых мухачей свой статус лидера подтвердил двукратный чемпион мира Заур Угуев. Его главный конкурент за место в олимпийской команде Азамат Тускаев оступился в шаге от финала. Завтра золото с Угуевым оспорит привинец на Чим Монгуш. Как будете настраивать? Что будете говорить? Говорит много что из-за него. И по ходу тоже я сказал ему, когда вверх поднимались, что чуть поактивнее надо, не надо останавливаться при атаке. Бывают такие моменты, что чуть останавливается, до конца не проводит прием. Имеется в виду, не атакует полностью. В целом вы довольны сегодняшненько? Что не довольны? Выход в финал, вышел в финал. Иншаллах, завтра поборемся. Отмечу, что чемпионат вызвал большой ажиотаж у местной публики. Любители борьбы приехали также из соседних регионов. Есть на трибунах и дагестанские болельщики. Арена вмещает около 2000 зрителей. Однако из-за ограничений в продаже были доступны лишь 900 билетов. Атмосфера в зале более чем захватывающая. Накану путевки на Олимпиаду в Токио. Сборная Дагестана прибыла в Бурятию двумя потоками. Еще одна группа находится в пути. Такое решение практикуют для лучшей адаптации в условиях большой разницы во времени. Плюс пять часов от Москвы. Все спортсмены в одной ситуации. Сказать, что мы это чувствуем, а другие не чувствовать, такого нет. Приехала дагестанская команда, также осетей. В принципе, все европейские, грубо говоря, центры Европы, россияне, все здесь. Конечно, кому-то удобнее, кто рядом здесь живет. Все ребята молодцы. Все, что возможно, они делают. Я им сказать, например, что они где-то что-то не доработали, пока первый день я не могу сказать. Пока все ребята молодцы, выложились, все нормально. В финал весе до 86 килограммов вышли лидеры этой категории последних лет. Даурень Круглеев и Артур Найфонов из Алании. Самое сильное противостояние оба встретили на стадии одной-второй финала. Круглееву в равной схватке с земляком Ахмедом Гаджимагамедовым лишь в концовке удалось провести удачную атаку. А Найфонов отыграл, казалось, безнадежное преимущество в 7 баллов у Магомеда Рамазанова. В этом драматичном концовском поединке вольник из Осетии вырвал победу за 2 секунды до свистка. Еще один дагестанский финалист будет представлен весе до 92 килограммов. Борец из Хасавюрта Магомед Курбанов с третьей попытки попытается заворовать золото чемпионата России в схватке с опытнейшим Анзором Уришевым. До этого Хасавюртовец дважды был вторым. Имена чемпионов России в Улан-Удэ станут известны завтра после 15 часов по московскому времени. А в утренней части на ковер выйдут борцы еще трех весовых категорий до 70, 74 и 125 килограммов. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Улан-Удэ, Бурятия. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать на этой неделе. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин